Добрый день. Большое спасибо всем, кто не побоялся очень сложных погодных условий. Это означает, что вам беспокоит все равно, что вас действительно беспокоит. А к сожалению, в общем-то, у вас есть проблемы, у нас еще на пейс. Конечно, нам в целом это стоит говорить еще не один месяц, не один год. Это проблема много прочная. И тоже с этими коллективными решениями, коллективными усилиями мы сможем не решить. Сегодня мы говорим о многих вещах, хотя на самом деле суть не все одно. Это права внутренних перемещенных лиц, а в конечном итоге права человека. Мы говорим о законопроекте 21.66, который был принят Республиканной Радой, но обетирован инстидентом. Это был проект, который, как говорят эксперты, призван приблизить законодательную ситуацию с правами ВПМ, и мы говорим о проекте «Адвокация и правовая помощь внутренним перемещенным лицам», который был реализован Датским советом по делам беженцев и беженцам, и благотворительным фондом право-митары при поддержке и по инициативе управления ВПМ по делам беженцев. Собственно, проект начался в мае, да, и сегодня команда проекта подводит в ВПМ. И тут я расскажу вам, собственно, о том, что удалось сделать и видеть в рамках результатов этого проекта. Проект был направлен на мониторинг ситуации с правами внутренних перемещенных, и вообще ситуации вокруг внутренних перемещенных поиск выработки каких-то долгосрочных решений, потому что, ну, собственно, Датский совет занимается, да, решением долгосрочным, не только с 7-минутным, да, а также нам, ну, статистические эти вещи. Вот. Фициальная правовая помощь внутренних перемещенных, и там интеграция, чтобы поелать местные обещины, и, собственно, координация усилий в председательных органах и вновидительной шоу-динфляции, которая нас в помощи в УКО. Я хочу представить вам наших шпитеров. Это Аслав Солумус-Мурен, глава партийского офисала УКБ ООН. Любов Гутенко, руководитель проекта оборудования и правовая помощь в УКО в УКО. В области представитель фонда «Право-ну-на-на-на-на». И Андрей Гринь, региональный координатор проекта под развитие возможностей, председатель датского совета по делам детства. Вот. Первый мой вопрос будет к Аславу. Аслав, расскажите нам, пожалуйста, ну, во-первых, чуть подробнее о том, что это был за проект, почему он актуален, откуда взялся вот этот формат сотрудничества международной организацией и национальной организации. Да, вы? Переходите. Он вас благодарит за приглашение на конференцию. Эта организация работала в Украине с начала 90-х годов. В ответ на развитие событий в Крыму и в Донецке начали вести свою активную деятельность. Мы делали это вместе с правительствами и с украинской общественной. Мы вели активную деятельность с государственными организациями и также с общественными организациями Украины. Одна из первых организаций, к которой мы обратились, это была организация «Право на защиту». Мы и сейчас продолжаем наше сотрудничество с этой организацией, и мы очень довольны. В прошлом году мы также видели нужды, чтобы добавить в дополнительную способность и партнеровать там с Данскими РФ. В прошлом году нам также понадобилась дополнительная помощь, и мы еще обратились к Датскому совету по делам беженцев. Это сотрудничество направлено на самые уязвимые группы населения. Итак, какие основные элементы для интервенции и основные достижения этого программа? Сейчас мы хотим сказать о главных целях и главных направлениях нашей деятельности. И главных достижениях. Самая главная часть – это целостный мониторинг ситуации. То есть, что значит этот мониторинг защиты населения? Это значит, что мы мониторили ситуацию как в Харькове, так и в Харьковской области. Они мониторили деятельность как государственных учреждений, так и не государственных организаций. И они это делали с целью, чтобы убедиться в том, что уязвимые группы населения имели доступ к их законным правам. Мониторить то, что государственные учреждения все-таки выполняли те функции и давали людям те права, которые им дали. Убедиться в том, что и не государственные учреждения также делали свою работу. Это значит одинаковый доступ к правам и услугам, в которых люди нуждаются. Отчет по деятельности этих организаций был очень важен. Для дальнейшего планирования. Это было очень важно для того, чтобы... Это было очень важно для того, чтобы мы могли построить конструктивный диалог с органами власти. Благодаря этому диалогу мы можем указать на случаи, когда власть не предоставила помощь людям, на конкретные случаи. И результат – это лучшее диалог. И в результате у нас получился более конструктивный диалог. Но этот проект не только о мониторинге защиты промо-населения. Он также имеет сильный компонент, который – поддержка других организаций в Харкове. Еще один важный компонент – это также поддержка другим организациям в Харкове. В рамках этого мы также поддерживали такую организацию, как Харковский Красный Крест. Мы также провели совместный проект с Славянами и Пролесками. И я думаю, что многие из вас присутствовали на прошлой конференции, когда здесь представляли проект Пролески. Этот проект является важным результатом нашего проекта, о котором мы сегодня разговариваем. Как часть этого мы также предоставляли личную помощь отдельным лицам. Мы рассмотрели более чем 100 отдельных случаев и также предоставили этим людям помощь. Мы также поддержали более чем 100 общественных инициатив. Это инициативы, когда люди приходят сами и помогают общинам, обществам и семьям. Эти социальные инициативы нацелены на то, чтобы разорвать ежедневную рутину жизни в социальных центрах. Так же мы делаем улучшение жилищных условий. Или другие вещи, в которых люди нуждаются и с какими проблемами к нам обойдутся. Для УНФЦР это переводится в какие-то четкие рекомендации. Для нашей организации, для нашего проекта это какие-то четкие рекомендации. Для начала мы должны объединить... Нужно создать единый центр в Киеве, который будет заниматься вопросами переселенцев. Мы видим, что со стороны государства есть очень много позитивных моментов, есть очень много поддержки. Как на национальном уровне, как на уровне областном, региональном, так и на уровне города. Очень много таких инициативов сталкиваются с многими проблемами, потому что они не обсуждают вместе эти проблемы. Существует проблема чрезмерного регулирования и также бюрократии. Один центральный орган сможет победить эту проблему. Упростить. Упростить, да? Упростить. На уровне нашего вес해�огора. Я бы сейчас хотела обратиться к вам, Андрей, к сожалению, у нас из них были еще один спитер, Азик Рофинссон на координатах, с жен заубежностью и поддержкой созданияielle Упостии но никто не знает, что застрял под брิй, но я подумала, что Андрей нас уже расскажет о работе правового поля, о выработке системовой правовой помощи. Возможно, каких-то конкретных примеров, с которыми я хотел сталкиваться, и о категориях тех проблем, с которыми нам чаще всего обращались, ну и заодно с тем, как вы видите пути их решения. Дякую. Передусім, я хочу привітати всіх на передодні великого свята для нас усіх гуманітарів Міжнародного дня захисту прав людей, який відбудеться 10 грудня. І, власне, ця серія прес-конференцій, вона присвячена саме цьому дні. Хочеться сказати, що Датська рада з питань біженців, вона заснована в 1956 році і в Україні вже працювала, зокрема, в 2000-х роках, коли займалася питаннями повернення кримських татар з країн Середньої Азії в Україну, а згодом, власне, допомогою вдосконалення органів центральної влади, в питаннях допомоги переселенцям. І, врешті, місія знову повернулася в Україну у 2014 році. На даний момент відкрито 5 офісів, які займаються не тільки правовими питаннями, а також питаннями притулку, надання допомоги непродовольчого характеру та інших програм, які, власне, відповідають на ті виклики, які стоять перед усіми тими людьми, які покинули зону конфлікту. На сьогодні Датська Рада по справах біженців працює у 20 областях, в яких створені мережі юридичної допомоги. І, власне, це те, чим займається Датська Рада в партнерстві разом з правом на захист благодійним фондом в цій сфері. Серед найважливіших питань, з якими зустрічаються наші співгромадяни, це, в основному, питання обмеження права на свободу пересування з території непідконтрольованій уряду України на територію України. А також обмеження соціальних виплат, це питання порушення прав ВПО на освіту, на медичне обслуговування, проблеми, пов'язані з працевлаштуванням, а також втратою документів. Це найважливіші ті питання, з якими зустрічаються переселенці кожного дня. А останнім часом, в зв'язку з настанням зимових періодів, це також питання пов'язані з житлом, створенням комфортних умов для проживання протягом цього холодного періоду часу, а також інші виклики, з якими по повсякденному житті зустрічаються переселенці в межах всієї України. Стосовно Харківської області, то тут слід зазначити, що Харківська область, вона після Донецької та Луганської області, це та область, в якій знаходиться найбільша кількість переселенців. Понад 160 тисяч переселенців постійно проживають, а також понад 300 тисяч, за неофіційними даними, це ті люди, які не стоять на обліку. Згалом Харківська область, вона являється транзитною для багатьох внутрішньоприміщених осіб, які, власне, пересуваються з Донецької та Луганської області в інші області. Специфіка Харківського регіону, вона також пов'язана з тим, що Харківська область, вона безпосередньо знаходиться до території зони АТО, а також кордонів з Російською Федерацією. Такі чинники, вони також відбуваються на специфіку надання юридичної допомоги внутрішньоприміщеним особам на цій безпосередньо території. Оце коротко. Давайте конкретизуємо. Коли ви говорите про обмеження прав на свободу пересування, що саме ви маєте? Це, передусім, пов'язані питання з електронними пропусками. Тобто великі черги, з якими зустрічаються переселенці, коли вони перетинають кордон з зони АТО, вони пов'язані з тим, що відсутність постійної бази даних, тобто не завжди технічні умови є такими, що внутрішні приміщені особи можуть без проблем отримати ці довідки. І як наслідок ці черги, вони, зокрема, на останніх зустрічах координаційного комітету, що відбувалося в Слов'янській області, це, власне, сусідня область Харківської, були зафіксовані перші смерті. Це людей, які загинули, перебуваючи в чергах. Тобто люди, які стоять понад 10 годин в черзі, де відсутні пункти обігріву, пункти їжі, а також банальних туалетів відсутні. Особливо цей холодний період часу – це надзвичайно велика проблема. І тому, власне, наша організація разом з іншими гуманітарними організаціями, які працюють в цьому регіоні, ми будемо намагатися як максимально можливо сприяти, власне, і з юридичного точки зору, власне, полегшення процедуру проходження цих чекпоінтів, а також отримання цих електронних пропусків, консультації безпосередньо людей і допомога їм в отриманні цих пропусків електронних, для того, щоб люди змогли без перешкод перетнути цю лінію. Чого не треба зробити для того, щоб цьому ситуацію влегшиться? Тут великий комплекс проблем, передусім пов'язано з тим, що, ну, приклад, останній законопроект 2166, про який мої колеги розкажуть в деталях, який витував наш президент, президент України, вибачте, воно пов'язано з тим, що відсутна навіть єдина база, тобто єдина база внутрішоприміщних осіб, де можна було б отримати цю інформацію, незважаючи на те, де знаходиться приміщена особа, без безпосереднього звернення на місця в органи влади. Тобто це технічні можливості серверів, куди переселенці заходять кожного дня, вводять свої дані і отримують, врешті, електронні пропуски. Дуже часто безпосередньо в полях, на місцях, тобто теж виникають перебої з цією базою, і як наслідок люди змушені чекати черги. Тобто тут і юридичні аспекти, і організаційні, певні, а також технічні можливості служби. Коледо, я хочу, що на мене виникають питання. Давайте дамо спікерам, як ви послідки, свої заяви, розказати про те, чому вони додумалися, а потім ми прийдемо до питань і відповіді, що хто, що не було, що це повернути, що не вважається. Продовжуючи тему, хочу сказати про те, що Датська рада по справам біженців, починаючи з серпня, власне, ми беремо участь в цьому проєкті, надала понад 63 тисячі юридичних консультацій внутрішньопереміщеним особам у цих 20 областях, і з них в Харківській області понад 3 тисячі людей отримали безпосередньо первинну юридичну допомогу. Крім того, сотні людей отримали документацію, супровід безпосередньо їхніх справ і представництву у судах, а також інші види юридичних допомог. Тобто, ми бачимо великий прогрес в тому, що починаючи з серпня, коли буквально 1200 внутрішньопереміщених осіб звернулися до наших юристів в 20 регіонах України, то на сьогоднішній момент за останній місяць понад 28 тисяч людей звернулися вже безпосередньо за допомогою. Ви ще займалися таким питанням, як запись права в приватної власності? Відносно стратегічних справ судочинства, це, власне, ті справи, які можуть стати прецедентом, врешті, для України і для українських судів, ті справи, які, врешті, дойдуть до Європейського суда справ людей, і, зокрема, це стратегічні справи по компенсації за втрачене майно, а також за певні ризики, які виникають перед здоров'ям внутрішньопереміщених осіб, пов'язаних з війною. Тобто, власне, наші партнери «Харківська прозахисна група», яка знаходиться в Харкові, в Харківській області, юристи цієї організації, вони також займаються цими питаннями, і я впевнений, що деякі з цих справ, над якими вже працюють юристи, будуть врешті доведені до Європейського суду справ людей, і стануть першим тим поштовхом для українських судів, які можуть стати прецедентними і, врешті, частково, позитивно вирішити питання внутрішньопереміщених осіб. Дуже дякую. Ви частково вже торкнулися питання з нового закону проєкта «Харківська чині». Я би хотіла, щоб ви детальніше поговорили про нього, я так розумію, що нам докладніше розповісти, або у двох, як буде зазвичайніше. Тобто, що це за проєкт, в чому він важливий, що він міняє в ситуації з правами внутрішньопереміщених осіб, як, власне, розвивалися події насоленого, хто його автор, як він приймався, що відбулося, чому президент його готував, як це пояснюється, і що ви збираєтеся розуміти з цим далі, і чим ми, як, власне, громадське суспільство, можемо цьому допомогти. Я чому ми акцентую на цьому питанні, а чому ми взагалі говоримо, проєкту. Питання не в тому, що хтось хороший, хтось поганий, хтось його прийняв, хтось не підписав, а в тому, що зараз є такий час, коли для прийняття таких законів проєктів кончено є громадське лобіювання, медійне лобіювання, підтримка і засобів масової комунікації, і державних органів, і влади, і, власне, ГО, і правительственних організацій. Тому давайте про це поговоримо. Доброго дня всім. По-перше, я хочу подякувати тим людям, які знаходяться тут. Можна я далі на російському, мені просто так проще, да. Я хочу поблагодарити тих людей, які знаходяться тут, котрим не все ровно ситуація внутрінні переміщених лиц, у которых болить серце, і які стараються щось робити для того, щоб облегчити участь цих людей. У нас присутствие здесь заміститель мэра Харкова – це Лариса Светлана Александровна Горбунова. Также присутствие заміститель департамента города по соціальним вопросам – це Яна Александровна Кобзарь. Також у нас присутствие Сергій Вікторович Щербина, который одним із первих стал заниматься в Харкові вопросами внутрінні переміщених лиц. І я дуже рада, що ці люди сьогодні присутні, значить вони що-то хочуть поменять і улучшити. І у них, значить, болить. Спасибо вам. Тепер касательно проєкта. Дальше к закону ми тож перейдемо. Організація права на захіту в тесному сотрудничестві работает с ХИАС. ХИАС – це міжнародна організація, роботаюча в Україні с 2003 року, плотно занимаюся беженцями, а також вопросами лиц безгражданства. Але поскільки для України стала актуальна проблема внутрінні переміщених лиц, то право на захіту – одна із первих організаций, которая занималась і принятием первого закона о захіте прав внутрінні переміщених лиц, который был принят в октябрі 2014 року. А також колегія з отделу адвокаций в Городі Києві і справа на захіту були соавторами постановлений Кабмина 505 і 509, які тож урегулировали порядок регистрації внутрінні переміщених лиц і порядок назначення їм виплат. В Харкові я коснусь Харкової області. Команда мониторів работает в Харкові і в Харковській області. Абсолютно мониторяться все населенні пункти, в яких проживають внутрінні переміщенні лиця. Задача не зробити когось плохим, а задача – изучити ситуацію, як вона є действительно. Найти диалог между общинною внутрінні переміщенних лиц, государственними органами, а також неправительственними органами, які працюють в цих населенних пунктах, щоб знайти совместні рішення, допомагаючі наиболее лучшим образом рішити ці проблеми. Тому що в будь-якому злічі діалог допомагає делать і змінення в законодательстві, тому що изучає тот закон о защите права і свобода внутрінні переміщенних лиц, який був принят ще в октябрі 2014 року. Вовремя мониторингу ми бувувачили дуже багато недостатков, і, звісно ж, почалося лоббування неправительственними організаціями змені в ціком. Участие в ціком ціні приймали як організація права на захисту від діла адвокаций в Києві, також такі організація, як Крымсос і Востоксос. Іменно благодаря їх ініціативам були прописаны змінення в закон. Звісно, якщо коснуться більше подробно, то ми розуміємо, що на території Луганська і Донецької області проживали не тільки граждані України, а проживали і лиця безгражданства, і іностранці, які обучались там в вузах. І в силу обстоятельств, які винили їх переміститися, вони не змогли получить статус внутрі непереміщеного лиця. Благодаря тем измененням, які були прописані в законопроєкте 21.66, і ці лиця тепер будуть мати право на регистрацію їх як внутрі непереміщенних лиц. Також, було багато проблем з тим, що люди не могли прекратити свої трудові відношення з работодателем, який залишався на неконтроліруєм Україній території, чи навіть якщо работодателі знаходився на території контроліруєм Україні, то чоловік утратив документи, чи не може виїхати через блокпости, через пункти пропуска, тому що були проблеми з полученням пропуска, щоб забрати свою трудову книжку, разорвати відношення з работодателем, а, можливо, в багато років цієї трудової книжки вообще немає, тому що були обстрілу і так далі. І багато людей остались в ситуації, коли вони не могли прекратити трудові відношення, початку були зробити в законі початку в законі була прописана процедура, що людина може прекратити трудові відношення, написав нотариально заверенне заявлення своєму работодателю і послати його почтой. Але все ми прекрасно знаємо, що почта на цих територіях не работает, тому сама норма прописана в законі, она абсолютно неисполнима, тому що зробити це невозможно. І именно законопроект 2166 прописав упрощенну процедуру, що зараз внутрінне переміщенне лицом може прийти в центр занятості, в центр занятості написати собственноручно заявлений о том, що просить працювати трудові відношення з работодателем, знаходящимся на неконтролюваному Україній територію, і таким образом хоча б встати на учет в центр занятості. Щас ще стоїть вопрос о самой процедурі, тому що непонятно, хто буде видавати трудову книжку чи делать запись в трудову книжку, которая буде нова у чоловіка. Здесь є ще вопросы, і над ними потрібно работать. Але хоча б сама процедура про прекращення трудових отношеньких. В цьому законопроекте она предусмотрена. Якщо я не ошибаюсь, в цьому законопроекті поправьте меня, я не ошибаюсь, ще предусмотрена отменна срока давности справки, да? Совершенно верно. Що касається справки, то в законопроекте прописано, що в законопроекці буде бессрочна, Не так, как она сейчас на полгода, а она будет бессрочной до момента окончания обстоятельств, которые привели к перемещению. И там есть какой-то аспект, который связан с подтверждением места прегумания, места регистрации? Да, это тоже очень интересный аспект, потому что сейчас на каждой справочке внутренне перемещенного лица на обратной стороне обязательно должен стоять штамп миграционной службы и указан адрес проживания внутренне перемещенного лица. Но все правозащитники понимают, что нельзя ограничивать свободу передвижения людей, и внутренне перемещенные лица, они при этом остаются гражданами Украины. И нельзя им ставить регистрацию много-много раз в разных документах, потому что в паспорте у них остается одна регистрация, в справке другая. Более того, мы имели проблемы в начале, когда начинались проставляться эти штампы в справке, адреса указывались разные, и адреса управления соцзащиты, и пенсионных фондов, и миграционные службы и так далее, а не фактическое проживание людей. Это было еще связано с тем, что собственники жилья, где проживали переселенцы, не хотели показывать, что люди у них проживают, не хотели оплачивать официальные налоги, скажем так, и афишировать это все. А миграционная служба иногда требовала договора, что принесите договор с собственником жилья, чтобы мы могли вам поставить этот штамп. Об этом тоже были проблемы, но как-то они там решались, и люди, в общем-то, ставили этот штамп. В законопроекте 2166 прописано, что миграционная служба сейчас не должна проставлять эти штампы в справочках внутренних перемещенных лиц, а также проверять место проживания внутренних перемещенных лиц. То есть отменяется срок давать эти справки, и отменяется вопрос о... Регистрации места пребывания. Так, и первые два пункта, о которых вы говорили... Первые два пункта, о которых я говорила, это относительно того, что лица без гражданства и иностранцы тоже могут получить статус внутренне перемещенного лица. Также упрощается порядок разорвания трудовых отношений с работодателем, находящимся в зоне АТО. А также у нас упрощается, кажется, там порядок регистрации детей, не сопровождаемых их родителями. Почему такие законы надо работать? Президент в самый последний день, когда заканчивался срок подписания законопроекта, решил, что не определен орган, который ответственен за работу с внутренне перемещенными лицами в этом законопроекте. В связи с этим вернул его на доработку. И сейчас, конечно же, нашим правовым экспертам из неправительства организации предстоит очень большая работа, чтобы убедить наше правительство и убедить нашего президента все-таки подписать этот законопроект с внесенными в него правками. Мы поможем определить орган. Сейчас над этим работают эксперты. Мы сотрудничаем плотно и с Верховной Радой, и с Кабинетом Министром, и с президентом. Я надеюсь, что правовым экспертам в Киеве удастся убедить власть не быть безразличными к проблемам людей, которые, безусловно, являются гражданами Украины и в силу перемещения являются более уязвимыми, чем остальные граждане Украины. И я надеюсь, что будет политическая воля, чтобы принять те нормативно-правые акты, которые помогут упростить жизнь внутренне перемещенных лиц. Спасибо большое. Прежде чем мы берем вопросы в ответ, давайте, врачи, с моей сны, немножко поговорим о ваших прогнозах развития ситуации. И, возможно, мы начнем со слаба, а потом вы заполните. Как вам кажется, насколько Украина сейчас готова к выработке какой-то стратегической все-таки программы взаимодействия с непремещенными лицами? Как она справится с этим вызовом и как вы оцениваете, собственно, дальнейшее развитие ситуации в законодательном поле? Будет ли она улучшаться? Если я понимаю, что вопрос правильно, это вопрос, что ситуация в Украине улучшается? Я уверен, что Украина уже делает много позитивных шагов для помощи внутренней переселенной Украины. Мы увидели упрощение некоторых законов и также сотрудничество с организациями. Мы очень рады видеть, что город участвует в этом. И мы очень рады видеть заместителя. И в Харкеве мы всегда были очень хорошей совместительностью с государственными организаторами. Это было также предположено от других панелистов. Мы очень рады, что в Харкеве всегда велось активное сотрудничество с государственными организациями. С государственными. С государственными. Все нормально. Но у нас все-таки есть очень много работы. Нам есть над чем работать. Мы верим, что Украина найдет решение ситуации, которая сложилась в настоящем году. Агентство ООН по делам беженцев находится здесь для поддержки. Одним из способов, как мы это сделаем, это будет то, что мы организуем форум завтра в Харкеве здесь. Там будут общественные дебаты касательно этих вопросов. И я приглашаю вас всех взять участие в этом форуме, который будет проходить в здании университета Харкеве. Я даже вас прошу сделать немножко больше, не просто прийти, но еще и принять активное участие в этих дебатах. Все, кто здесь и все, кто могут нас. Итак, что Украина должна сделать? Существует потребность в центральном органе, в центральной организации. Также есть потребность создать свободу передвижения и свободу доступа к социальным и гуманитарным службам. Мы полностью понимаем необходимость людей получить доступ к помощи. Но мы задумываем, почему это нужно взять полный день или больше, чтобы скрыть точки зрения, которые идут от негативно-контрольных областей в области, в области, в области, в области, в области, в области Украины. Но у нас есть вопрос, почему у людей занимает целый день, чтобы пересечь границу от территории, которая неконтролируемая Украиной, на территорию, которая контролируемая Украина. Мы даже застряли в автобусе в пробке, когда мы пытались пересечь эту границу. Этот бассейн должен был провести ночь в автобусе, потому что ночью эти пункты были закрыты. Это та ситуация, когда мы увидели повышенное нарушение прав. Сейчас эта ситуация ставит людей в риск. Украина должна решить это. Последний вопрос, который я хотел затронуть, это доступ к социальным услугам. Люди работали целую жизнь и делали вклад в развитие Украины. Они все-таки должны получить доступ к их пенсиям. Они должны получить доступ к своим пенсиям, независимо от того, зарегистрированы или не зарегистрированы они как внутренне перемещенные лица. Мы не можем уйти в ситуации, в которой один регистрация не наличит потребности в жизни. Мы не можем уйти в ситуации, в которой вопрос, если вы регистрируете ли вы регистрируете потребности в жизни. Недопустимая ситуация, что человек не получает пенсию от того, зарегистрирован он или нет. Социальные льготы не должны зависеть от того, зарегистрирован ли человек или нет. Эти вопросы будут обсуждаться на дебатах и, пожалуйста, приходите и участвуйте. Спасибо большое. Анастасия Швейцкая, просто известия. Вопрос на славу. Вот как вы сказали, что социальные льготы и пенсии не должны зависеть от статуса. Как вы представляете себе это в юридическом плане? Как это можно сделать? Продолжение следует... Продолжение следует... Пенсии и социальные выплаты должны быть одинаковы для всех украинцев, независимо от того, где они живут, где они проживают. Факт того, зарегистрирован человек как внутренний преимуще на лицо или нет, не делает человека неукраинцем. И они должны иметь доступ такой же, как имеют доступ все украинцы. Пенсии и социальные выплаты должны быть одинаковы для всех украинцев. Права человека — это такое жизненное явление, которое задекларировано, но за их нарушение не предусмотрены никакие санкции. И отсюда возникают всегда проблемы при нарушении этих прав. То есть права де-факто нарушаются, а для юра кого-то наказать за их нарушение или потребовать их восстановления... Нет, это не право. Я говорю, что я вижу. Существует ли это указание? Завтра в общем направо в стране существует международный механизм и наказание. Международный существует, да. Может быть, это не будет. Но это не работает. И об этом надо думать. Я просто прощаю на свои мысли прощения. Поэтому вот тут есть моменты, прежде всего, которые меня очень, как бы, тревожат. Это трудовые отношения. Потому что я, как специалист, имею дело с большим количеством людей, которые в начале 90-х, в начале всех перестручных процессов, когда был брошен девиз «все разрешено, что не запрещено», и при этом этот девиз не был подкреплен соответствующими нормативными документами, пострадало огромное количество людей, которые в тот момент не понимали, как им закрепить свой статус, место работы. И когда время пришло к пенсионному возрасту, и надо было оформлять пенсию, то возникла ситуация, что эти люди ничего не могут принести в пенсионный вход и каким-то образом подтвердить свой трудовый статус. И мы имеем на сегодняшний день огромное количество социальных пенсионеров. И когда начинают использовать цифры пенсионного сонда о размерах пенсии, о том, какие у нас низкие, то никто не вспоминает о том, что в этот средний размер пенсии входят пенсии целого поколения людей, которые заработали, которые зачислили только социальную пенсию. Отсюда, так сказать, идут показания. Так вот, что касается трудовых отношений. Понимаете? Тут, ну, для всяких тонких моментов, ну, пьявол кроется в гитарях, и мы это с вами все прекрасно знаем. То есть человек, который оказался вынужденно перемещенным лицом и не смог уволиться по месту своей работы, по форс-мажорным обстоятельствам, которых он не виноват, то есть у него не было возможности официально уволиться, по идее, может подать сумму на возмещение ему вынужденных прогулок. Вопрос только, кто будет возмещать, понимаете ли я? Вопрос ответственности, это тот самый международный механизм. А получается, создавая, внося в документ норму о том, что нужно написать письмо о увольнении, отправить его почтой или оставить его в центре занятости, мы как бы прерываем эту, ну, будем говорить так, международную возможность на возмещение вынужденных прогулок. Вот. Это один момент, он... Почему я говорю? Потому что люди, которые начали оформлять пенсии за 90-е годы и приходить к нам, там тоже много вставало вопросов, когда предприятия подклотились, закрывались, у меня ничего не возвращалось, и выплачивали заработные платы, и они очень сильно пострадали. И вот тут это все придет, только придется временем, и наша задача послать и труды. Я думаю, что у нас будет очень интересная дискуссия. Я прошу прощения, и по пенсиям. Деньги, что в воздуху не летают, они выплачиваются по месту регистрации получателя пенсии. Поэтому человеку нужно зарегистрироваться, открыв банковскую карточку по месту своей регистрации, а потом с этой карточкой он может перемещаться куда угодно. Но место регистрации в законе все равно присутствует. Вот. Поэтому тут никуда от этого не денешься. Есть общеукраинский регистр, есть необходимость пенсионеров, он нам очень сильно помогает. Есть необходимость создать общеукраинский регистр, временно перемещенный. Но внести в этот ваш закон 266 позицию о том, что справку не нужно перерегистрировать, если человек постоянно находится на одном месте, но нужно все равно поставить отметку в случае изменения места проживания. Поверьте мне, настанет время, когда это будет иметь значение. Ну то есть тут очень много. Я постановлю, спасибо, потому что мы ограничены во времени. Спасибо за ваши комментарии. Я думаю, что Брандовна уникала на то, что мы должны все-таки привести в согласие международное законодательство, международное представление. Я уже не задала вопрос Андрею. Вы говорите о нарушениях права на получение образования и медицинского обслуживания. Это есть какие-то факты? Конечно, конечно. А почему вы об этих фактах не сообщали? Я могу предоставить вам информацию юристов, подготовить отчеты. Конечно, вы так поедете, что вы имеете в виду сейчас. По именам, по фамилиям, конечно, я не могу. У нас 64 юриста и около 3000 консультаций за последний месяц. Но если вас интересует конкретно, обязательно. У меня нет такой информации. У нас это реализованы все. У нас немножко удар такой темы. Я вот сейчас нашла ответ на вопрос, который у меня был в самом начале конференции. Я его хотела задать. Ослабо о том, почему вообще возникает необходимость в участии неправительственных, в том числе международных, организаций для решения этих проблем. Неужели государство само не справляет здесь? И сейчас мы видим, что каждая сторона видит какие-то разные аспекты и по-разному оценивает ситуацию. Наверное, именно поэтому, как необходима нам эта консолидация и сотрудничество, для того, чтобы мы не имели одну точку зрения, а имели максимально широкую картину. Если есть комментарии по этому поводу, буду признать. Гражданское общество – это центр любого общества. Если мы посмотрим на самые успешные страны, мы увидим, что у них развито гражданское общество. Это правда, потому что мы находим решения через диалоги, через обсуждения. Если гражданское общество работает хорошо, то оно выражает мнение, выражает мнение всех крупных населения. Хорошие общественные организации представляют интересы частей общества. Агентство ООН по делам беженцев очень рада находиться в Украине и предоставлять поддержку общественным организациям. И мы работаем с сотнями общественных организаций по всей Украине. Спасибо. Спасибо. Спасибо.